Наши далёкие предки плавали в мировом океане. Какой-нибудь миллиард лет человек встал человеком. А они, так и в капле воды, которую мы рассматриваем сейчас под микроскопом. Именно они подарили человеку автоматическую защиту, иммунитет, удивительнейшую загадку природы, которую мы пытаемся сегодня разгадать. Т-лимфоциты обороняют нас не только от внешних вторжений. Вот он, внутренний враг. Раковая клетка. Посмотрите, что происходит в организме при встрече Т-лимфоцитов с опухолевой клеткой. Вот появились Т-лимфоциты. Вот там, вверху экрана, видите, лимфоцит как будто бы кусает или протыкает раковую клетку. Скоро опухолевая клетка погибнет. Она начинает сокращаться. Это агония. Лимфоциты уничтожили. Посмотрите на эти фотографии. В середине опухолевая клетка. А рядом лимфоциты. Что побуждает Т-лимфоциты к действию? Как помочь им активизировать свои силы? Нам известно около сотни признаков, по которым Т-лимфоциты отличают свои клетки от чужих. Но как отличают, мы не знаем. Удивительный мир клеток. Мы рискуем заблудиться в хаосе загадок, которые ставит перед нами природа. В нашем организме каждую секунду рождаются и умирают клетки. И пытаясь помочь себе, мы не должны забывать о целом. О гармонии разума, духа и тела. О естественном совершенстве, которым наградила нас природа. Об уважении к этой природе. О спокойствии и высшем нравственном долге ее познания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова